я честно говоря как-то не особо пока понимаю как это все у нас происходит как пихать лошадей в сундук так и тетя 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 и вот тоже пока пока все воюют мы пихаем лошадей в сундуки это как-то не совсем правильно почему лошадь упала а потому что мы в сундук спрятали ну-ка привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и это варбанд русь 13 век итак друзья у нас было задание давайте я вам напомню и сама посмотрю разобраться с бандой разбойников степняки нападают на путников в окрестностях города херсонес вы следите их перебейте отеките голову вожака и поведайте об этом городу итак друзья наконец-то я выискала этих степняков но посмотрите что значит а что значит в окрестностях города херсонес где херсонес а где степняки но с другой стороны как говорится что не сделается то к лучшему к сожалению я расспрашивала многих и войска которые проезжали и торговцы которые проезжали и все они мне говорили что ничего не знают но пришлось мне самой тут как говорится бегать другое дело что я их могу не догнать у нас 48 здесь у нас сколько 61 это интересно дело в том что мы еще нагружены изрядно у нас мы везем товары и просто они мне случайно тут попались как говорится по пути поэтому я даже не знаю сможем мы не сможем и догнать давайте гоняться я просто боюсь их опять упустить вот и все таки мне кажется что мы их должны нагреть 21 на меня не кидаются коняемся вот по поводу поиска пути я прокачала своим поиск пути и теперь три два четыре восемь а ну потому что лес 42 61 по степени конечно катит будь здоров выждыш подожди что что кто ты вообще так ну и давайте попробуем наше убеждение убеждение у меня тоже на 8 уйти мощная армия идет за нами следом лучше проваливается так вы производите пламенную речь которая музыка льется в уши слушателей кажется весь мир затих и внимает вам так иш-быш-быш растроган вашими словами соглашается вам помочь помочь это чем не нападать силу убеждения 180 простите пожалуйста госпожа это ужасная ошибка мы оставим вас в покое ну вот да а их 34 поэтому не решили что они могут так вот давайте я вам сразу покажу что у меня вот моя 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 сила убеждения восьмерка а вот и сбор трофеев у меня тоже они это обучение восьмерка сбор трофеев двойка так по поводу того чтобы мне там тоже говорили говорили вы мне говорили кто у нас сейчас владеет поиском пути сейчас я буду вспоминать а пока я буду вспоминать я вам поставлю кусочек как я встретила петера арбалетера и пока вы смотрите я поищу кто у нас владеет поиском пути здорово будь сеструха а ну булькнам за здоровье добрых людей а все туды да священники пусть сдохнут в муках господи кто-кто а все тун и тун и что-то мелишь брат я петер зовут меня петер арбалетер родился я на землях бранденбурга семье поместных крестьян поэтому сам им и оказался убежал от своего феодала в саксоне отправился в войско сначала был банде раупритера фон копья затем он записался в риттер брудера и ватага с ним крестили меня мечом наверно а неверных балтий дело неблагородное бывало чтобы окрестить десяток жителей литовской деревни приходилось вырезать три десятка неверных язычников часто с местными вождями дрались в одной из битв я подобрал арбалет и овладел им очень неплохо под шауляем так вот какой-то петер арбалетер летом 36 года сего века лимонский орден собрал под своими флагами многочисленное войско в поход против языческой литвы в столицу ливонского ордера ригу прибыли немецкие рыцари граф генрих фон данненберг сам рыцарь теодорис теодорик фон газель со своими людьми из гамбурга любика гольштайна одни возглавили отряды в которых было примерно по пятьсот воинов и сам я хе-хе кроме того по 200 человек послали города республики новгород и псков в итоге объединенное войско состоящая из всадников кнехтов солдат с немецких земель рижских горожан жаждущих наживы многочисленного ополчения а также покоренных ливонским орденом племени эстонии и латвии было возглавлено магистром ливонского ордена волквинном или волквинном ну тут непонятно конечно дело в том что друзья я так понимаю что многие события которые здесь описываются они действительно опираются на какие-то реальные исторические события может быть недословно я имею ввиду по именам вот тот же гольштейн он по-моему известен был так уже двадцать первого сентября мы подошли к шауляю где нам был пригорожен путь жимонским ополчением жимон там удалось задержать нас после реки до прихода минд миндовка со своей армией миндовка понимая что магистр не бросит все силы на прорыв через реку пошел войско и атаковал среди болот и лесов используя преимущество болотистой местности выпивает выбывает выпивает ух хорош этот игристый чуши какой че чеши да не знаю никакого чеши хе-хе в том сражении я убил с пол сотни литовцев из одного лишь своего арбалета все рукавицы содрал сетеву а затем попал в плен и эти рукавицы с меня сняли ох 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 много что побывал и повидал ну что ж твой арбалет нанят так ох 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 братец я тебя не подведу в бою мне показывай на благородную цель мой арбалет не знает промаха так ну что ж берем берем ну ладно с меня тебе 10 болтов на каждый бой еще такое дело в городе азыктана живет подруга кухарка но говорит что ее литовского тропа носят моего немца не знаю правда или нет но мы немцы народ серьезно одолжишь мне десять тысяч монет да не дешевая петер арбалетер но в принципе почему нет я думаю что мы можем одолжить держи десять тысяч монет в принципе ладно отработаешь отлично дайте мне несколько минут на подготовку и можно будет отправляться так ну что быстро петер арбалетер вот у нас и появился арбалетчик итак а поиском пути у нас владеет даниэла вот у нее и зоркость и поиск пути поэтому в принципе восьмерочка всем хорошо к сожалению петера арбалетера почему я записала кусочек потому что в принципе друзья вам скажу следующее я писала больше чем просто кусочек но звук на этом видео был такой ужасный что мне пришлось вообще приобретать новый микрофон но не только из-за этого видео потому что микрофон старый вообще перестал работать на вот а наверх уже при монтировке звук я наложу на кусочек с петером арбалетером и так что же нам тут делать с этими дурацкими степняками все таки наверно придется как-то поймать их ертучилар баши да уж у тебя зенек и правда не задался мы надо сказать плохие парни опасные для меня вы просто ходячие кошельки купец из херсонес дает за ваши головы хорошие деньги мы такие красивые охотницы за головами хуже вас твари нет пустите я кишки быстро так сейчас мы будем вспоминать как воевать атаковать поэтому стали здесь стали здесь стали здесь так будем глушить как вы думаете так лошадь 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 а где моя лошадь то блин если я сейчас потеряю свою лошадь это будет очень нехорошо так это какая-то дурацкая монгольская лошадь а где моя они мою заразы ну ладно тогда хотя бы на эту как вы там говорили надо садиться и складывать лошади лошадей сундук так а вот они тут стоят в сундуке так так немцы там у нас воюют так 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 положить туда о елки подожди а это я столько откуда подожди я ничего не продала вот почему я такая тяжелая бегу ах какая досада пошли тогда найдем нашу лошадь не нашу лошадь а которая типа наша была стойте только не переключайтесь дурацкая лошадь это была хорошая лошадь черт возьми ну хоть переигрывай а это какое-то просто недоразумение да хорошая лошадь ускакала монгольская да друзья знаете что я наверное действительно переиграю тут кусочек я не посмотрела начала играть и не посмотрела что у меня в инвентаре вот там какая-то лошадь бегает не просмотрела что у меня какая-то ерунда в инвентаре лежит так ты что за лошадь какая то хорошая лошадь ну ка эй тю ру 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 мы выполнили наше задание так володарь на ушко дай шепну сармат нам говорит Харук в бою повалил немало вражин, но и закинуться никому не посмел. Это я ловко глазом подметил события. Вот ему что ж, коль чужаку какую подкиньте меч с трофеев и добротнее. Не думайте, что за кого прошу, это не мудрость военная така. Сей молодец себя еще покажет, я не сомневаюсь. То есть, подожди, Евнос Сарматы, ты вообще русский учи язык, потому что я тебя Никс Ферштейн. Но я так понимаю, что он советует, да, хоть наши народы Сарматы и Куманы были врагами, но он меня радует. Видишь как, это замечательно. Давайте мы посмотрим, у нас кого-то убили, не убили, я просто не успела посмотреть. Даже никто особо не ранен. А что, почему у него 220, что, что с процентами? Что с процентами, друзья? Это как? Или это какой-то ябак подхватила? Почему 194, а не 94? О, слушайте, точно пора перезапускать игрушку. Давайте я так и сделаю, мы с вами увидимся немножечко попозже. Итак, начнем с более ранней сохранки. Это я еду в Хирсан-Эс. И мне здесь надо просто-напросто поторговать. На рыночную площадь, оружие. Не помню, кого мы били, откуда у нас такие всякие помятые халаты, степняки, башмаки. И, кстати, может быть, кому-то из наших что-то дать? Я думаю, что не помешает. Ну, по крайней мере, вот всякие эти зазубренные сабли мы тоже точно можем продать. Луки. А вот перначи я сейчас посмотрю. Пики и сабли тоже. Кого-то мы встретили по пути, кого-то мы погнутые джориады. А старые джориады, тяжелые джориады. Сейчас мы всех обеспечим. Так, где мой отряд? Питер Арбалетер. Покажи-ка мне свое снаряжение. Так, тебе сказали дать джориады. Держи. Так, урон 51. Ну, вот как-то так, наверное, да? Теперь башмаки 14 у тебя, джориада. Так, зазубренная бронзовая балава. Удар 30. Пернач. Они все зазубренные. А это не зазубренный. И какая-то сабля у тебя есть. Ну, сабля неплохая, кстати, 46 урон. Ну, такая же, очевидно. Окей. Теперь башмаки 17. 14. Держи. Отдаете. И русский круглый щит. Сопротивление 5. Сопротивление 5. Размер немножко побольше. Ну, я думаю, что оставим эту. Этот очень странный щит. Он как-то торчит за голову. Вот если я сейчас дам, смотрите, как он. Непонятно, что он закрывает. Он закрывает только голову, а спину нет. Поэтому не буду я ей давать. Так, а халатик 23,6 у нее, по-моему, нормальный. 28,8. 22,8. Так, навыки покажи мне еще раз свои. Все. Неважно. Так, это что касается Даниэла, чернобривец, чернобровец. Иди сюда. Знаешь, красавец. Давай ко мне свое снаряжение. У тебя там покорежены, да? Держи, не покорежены. Покорежены мы продадим тоже. Щит у него есть. Меч. И 27,13. Все это получше. Перчаток нету, но перчатки я ему когда-нибудь какие-нибудь сдам. Шапка 16,18. Это получше даже. Ну, держи тогда эту. Это, конечно, странно, но... Это очень забавно. 25,11. Кстати, неплохой халат. А это что? 38,10. Покореженная плавецкая броня. Ага. Давай-ка я тебе ее дам. А, ты не можешь. Подожди. Ей нужна сила 13. Понятно. Ему еще силу качать и качать. Чернобревец у нас не сильно раскачена. Так, Кожемяка, давай-ка с тобой поговорим. Что у тебя с твоей силой? У тебя 11. Тебе это тоже не пойдет. Хотя, смотри, уже у тебя трипуды. Так, обучение 8. Тебе можно начинать скачать силу. Либо... Ловкость. Что у нас в ловкости у тебя? Обучение, да? 8. Нет, это интеллект. Что-что-что-что? Владение оружием. Так, четверка. В принципе, пока что нормально. Давай-ка мы тебя силу будем качать. Вот так вот. И держи себе все эти железные удары и прочую ерунду. Владение щитом. Здесь потом посмотрим, кому что будем распределять. Пока что я эти очки держу. Кого-то, может быть, кто-то, кого-то будет дублировать. Пока я этого не делаю. То есть не то, что я не знаю, но не делаю. И вот наш Петер Арбалетер. Навыки у него, как видите, уже все. И почему-то, вот кто знает, напишите мне, почему мощный выстрел у него ноль. То есть вот это мне совершенно непонятно, почему так. И что это значит. Вот, тем не менее, владение оружием, возможно, ему можно будет подкачнуть. Хотя, опять же, шестерка. Обучение у него с трудом я его подкачала. Было меньше на шестерочку. Но пускай обучается. Поэтому я тут сейчас буду смотреть, в какую сторону его двигать. Ну, стрельба из лука ему совершенно не нужна. Вот. А Арбалет у него 350. Так что вот так вот. Трудно его куда-то далее качать. Ну, восторги, однако. Так, ну и снаряжение. Естественно, я думаю, что у него покруче все будет. Естественно. Лук невозможно натягивать. Да, как видите. У него все в этом плане хорошо. Длинный меч у него. Тоже, обратите внимание, неплохой. Оставим Арбалетера в покое. Он нормальный. Так, Харук. У него, по-моему, тоже все хорошо с броней. Навыки. Навыки-то у нас инженер, насколько я помню. Обучение я ему сейчас качаю. И качаю в интеллект. Обучение попробую сделать хотя бы до шестерки. Вот. А нет, Харук у нас тоже лучник. Не-не-нет. Это не этот самый, не инженер. Харук у нас тоже лучник. Так что оставим его тоже в покое. А дальше начинается. Катрин. У нее нормальная броня. Отто. Вот какая-то бобочка. Так, снаряжение. Покажи мне свое. 26,9. Давай-ка я тебе вот это все-таки отдам. Вот. И эти у тебя черевички не очень. Ну вот он у нас инженер. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы его там тоже почикали. Так что пускай ходит. Так. Ну, какая броня. Не важно. Так. Ну и все остальные. А, или Сармат. Ой, слушайте, подожди. Сармат. Давай-ка с тобой поговорим. Да-да-да-да-да. Снаряжение. Тоже в какой-то... Черт знает в чем. 24,11. Да? 26,9. 25,11. Он даже степной халат получше будет. Да. Так вот я, наверное, оставлю. Ну, у тебя тоже все, в принципе... В принципе, все более-менее. Так. Назад. Секунду. Да, и снаряжение. Пернач. А у нас тут остались только покореженные. Все. Потихоньку я им буду, конечно, давать такую же штуку, как и у меня. Как она там называется, вот эта вот вещь. Ну, вот эта вот вещь, короче. Это тяжелая кавалерийская булава. Как только я ее буду видеть, так и будет. Вот, видите, у меня есть каплевидный щит дружины. Я его подобрала, я его себе поставила. Вы мне об этом писали. Спасибо вам большое. Ну, пока мы продолжим торговать в Ферсонасе. Вот такие вот у нас получаются с вами серии без всякого экшена. Так. Я очень невнимательная. Вместо того, чтобы отправиться на рыночную площадь, я иду куда-то не в ту степь. Так. Разный товар. Итак, разный товар. Мы сюда... Мы здесь только закупились, в принципе. Вино. Вино мои. Хлещут. У меня где-то есть, по-моему, вино. Ну-ка, покажи мне. Нет, вина нету. Так, я здесь закупала бархат. Можно еще красочки подкупить. Но, опять же, мы сейчас едем с вами на войну. Поэтому я не думаю, что я сейчас буду набирать товары. Вот. Поэтому отдадим, что... Ай, русский щит дарил. Фиг с ним. Так. Тут это... Ага. Это ждет своего часа, чтобы отдать их... Сейчас скажу кому-то из двоих моих спутников. Сейчас уже не помню. Так, лошади. Давайте. Вот монгольская, в принципе, хромая, хромая. Скаковой конь пойдет. Монгольская, монгольская. Отстаиваются у меня тут парочка, тройка монгольских лошадей. Почему? Да, потому что я хочу... Кто у меня еще будет из моих присаживаться на лошадей. Так, подожди. Вот это нормальная монгольская. Давайте вот ее мы и оставим. Так, а вот хромую продадим. Да и эту хромую продадим. Все, три мне хватит. Если что, отобьем. Так, назад. И доспехи. Потертые робы, сапоги. Всякая вот эта ерунда. Так, подожди. Что я продала? Что-то я пластинчатая. О, слушай, перчатки. Плюс шесть. А у меня плюс шесть тоже толстые рукавицы. Я возьму кому-нибудь из своих. Так. Восемнадцать. Башмаки. Ничего. Нет у них тут хорошего. Что-то я сюда скинула. А вот эта пластинчатая броня, помятая, кожаная. Не, не нужна. Так. Ну и пока что все, наверное. Сибирские требуют силы 24. Да, они все тут требуют силы. Так. Вот таким образом. Так, давайте послушаем. Хотя нет, все, никаких товаров. Мы идем воевать. Итак, отряд. Кому мне там выдать рукавицы? Вот Данила есть. Так, чернобровец. Харук. Кто у меня там? Питер. Та-та-та-та-та. Евно. Ты, по-моему, у меня был без перчаток. Так. Давай снаряжение. Ты же у нас не лучник. Сила тебе позволяет вот в халатике, но в железных перчатках. В принципе, я их могу для Лора поставить себе. Вот так вот. Неважно. Готово. Все. Поехали. Скорость у нас должна быть просто ракетная. 9,1. Когда мы без товара ездим. Теперь, когда мы уже знаем, что эти степники тут крутятся. Ну-ка, пошли. А что тут, подожди, происходит? Кто на кого напал? Битва, караван, княжество наше против кипчаков. Их там 48. У нас 39. Я даже не знаю. Не надо мне туда вмешиваться. Не надо. Давайте сделаем так. Я попробую схорониться. Вот. И мы... Давайте вмешаемся. Давайте-ка все просто напустили в атаку. Возьмем... Нашу палец. Хотя... Наверное, не стоит палец. Собират. Кричат наши... Вон, монгольская лошадь. Съема, да. В этот... В сундук. В сундук, как вы говорите. Кого ты там тычешь? Всё? Так, а давайте попробуем нашу лошадь в сундук. Я, честно говоря, как-то не особо пока понимаю, как это всё у нас происходит. Как пихать лошадей в сундук. Так. Эть, 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 эть. И вот тоже, пока все воюют, мы пихаем лошадей в сундуки. Это как-то не совсем правильно. Почему лошадь упала? А, потому что мы её в сундук спрятали? Ну-ка. Ну, наверное, да. Так, пошли отлавливать других лошадей. Ты какая? Ты монгольская. Победа, победа. Вот ещё хорошая лошадка. Давайте попробуем её запихнуть в сундук. И сбегаем там ещё заодно. Тихо. Лошадь в сундук. Сейчас она откинет кони, я так понимаю, поскольку в сундуке. Да. А мы попробуем добежать и сесть ещё на одну. Вот на ту, вот на ту. Скорее, 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 скорее. Лошадь, стой. Стой, лошадь, стой. Вот. Ну вот. А теперь можно, в принципе, этап нажимать. А это что за лошадь? Верховая лошадь просто. Ну, ладно. Итак. Раненая она, раненая, раненая. Но никто из наших не погиб. Благодарю вас за помощь, госпожа. Для нас всё складывалось не очень хорошо. Но потом вы прибыли, и всё изменилось. Да, всё изменилось. Что-то там кто-то отказался. Мы берём пленных. А как же иначе? И тут мы никого не берём. И всё-таки посмотрите. Вот это вот 100, 100, 100. Что-то тут не то. 100, 100, 100, 100. Так. И вот она, конечно, это Даниэла, которая теперь у нас ранена. Эх. Так. Ну и Евнон нам, естественно, шепчет на ушко, что ему нравится. Так. А у нас есть поле боя, которое мы сейчас с вами, естественно, облутаем. Наверное. Где оно тут? Как это всё неудобно сделано. Вот. Большой крест. Так. Обобрать струпы. Взять добычу. Ух ты ж. Ну как такую добычу не взять, друзья? Как такую добычу можно бросить? Сбалансированные джарады. Так. Монгольская лошадь. Угу. Ну давайте берём всё, что берём. Всё, что нам поместится. И опять мы будем нагружены. И опять мы не выследим стептиков, степняков. Не так ли, да? Да, да, ёлки с палками. Да ещё и с пленными. Сколько у нас сейчас будет скорость наша? А вот ещё поле боя. Давайте мы их похороним. Всё. Да. Мы снискали уважение. Сколько у нас скорость ночью 5,5. Пошли искать этих гадёныши. Они, оказывается, всё время были здесь. И никуда, в принципе, особо и не удалялись. Вон они бегут. 4,8. Чёрт. Давай, догоняй этих. Бежит от меня. Вот. Ну, с другой стороны... Золото давай, проваливай. Сила убеждения у нас 140. Ой, простите, наш госпожа узашная. Ужашная ошибка. Мы оставим ваш в покое. Шепеля ведь он стал от страха. И я заодно вместе с ним. Так, нет. Мы опять с вами... Сейчас делаем ноги в Херсонес. Очень быстро. Очень быстро тут всё продаём. А заодно давайте посмотрим на наш отряд. Здесь... Да-да-да-да. Это только в городах теперь мы прокачиваем. Катрин, иди-ка сюда. Покажи-ка мне, какие у тебя там эти... Джориады. Как они вообще называются? Джориды. Простые. А я вот тебя сейчас дам сбалансированное. Представляешь? Как тебе повезло. Метай. Так, это во-первых. Во-вторых, лошади. Я-то на лошади. Да, я на лошади. Монгольская степная. Езда 3. Давайте потихонечку присаживать. Вот Катьку и пересадим на монголо. На степную монгольскую. Да, чем она лучше, кстати. Броня 8. Броня 7. Скорость у нее поменьше. Из-за брони. Натиск похуже. Но только что броня у нее немножко лучше. Ладно. Так, навыки у тебя там. Ну, у Катики вряд ли что-то повысилось. Не важно. Так, дальше. Давайте-ка смотреть на наших девиц. Юлия. Так. Ну, у тебя все нормально, навыки. А, смотрите-ка, Юлия у нас получила отчетчик. Отчетчик получила. Так, вот что я ей. Дальше, наверное, силу надо качать. Юлия-то. Хотя вы мне что-то про Юлию писали. А я уже не помню, что ей качать. Здесь у нее всего много. Так. Владение оружием. Четверка. Это у нас ловкость. Ну, я бы Юлия все равно бы в силу качала. Потому что потом можно будет ловкость ей подкачать. Что вот нам сейчас ничего не даст. Да? И сила нам тоже ничего. Ну, давайте до двадцатки будем Юльку качать. Так. Она у нас мечница. Готова. А вот покажи-ка мне свое снаряжение. Давай посмотрим. Мы тут нашли что-то хорошее. 41. 32 и 7. 41. 11. Держи. Ей бы башмаки бы получше. У нее, конечно, совсем какой-то отстой. Полный отстой у Юльки, у нашей. Вот. Ну и лошадку я тебе жалую. С барского плеча. Вот. Будешь у нас теперь вообще крутая. Вот так вот. Кстати, аптечка 41. Так, Юля, знаешь что? Давай-ка я ее себе, этот изношенный половицкий-то возьму. А тебе и это пойдет. А то, видишь ли, у них прям лучше, чем у меня. 39. Вот, 41. 11. И все, и все довольны. Так, Вайоньга, что у тебя? У нее, по-моему, тоже с броней и со снаряжением все в порядке. 41.10. Да, видите, у нее тоже был получше, чем у меня. Это доспех. Так, ну лошадь у тебя как лошадь. Все, этих лошадей уже, значит, надо действительно тоже продавать. И отлавливать вот таких вот степных. Так, навыки у нас тут ничего нету. Неважно. Евнон. Давай тебя тоже снарядим. Навыки у тебя никакие пока что. А, вот с одеждой мы тебя сейчас снабдим. Так, покорежная. Сила 10. Кстати, кстати. 32.10. Даже вот этот халат тебе пойдет получше. Шапка у тебя 29. А здесь шапки силу 14 требуют. 30 и 36. Держи. Вот это даже получше будет. Вот так. Башмаки. Да, никто не хочет сдавать свои вонючие сапоги. Окей, это у нас просто молочина. Так, отто мастер. Ну, отто, по-моему, там у него бронь. Бронька я уже отсюда вижу нормальная. У Катрин. 32.12. 32.7. Всё. 32.7 у нас осталось. Так, тогда идем к тем, кто похуже. Так, Кожемяка у нас был в каком-то палате. И в какой-то ужасной шапке. Кожемяка никакую другую шапку, по-моему, не может взять. 14. У тебя же нету, да, у него нету 14. И здесь 14. Давай я здесь пока оставлю. Подрастешь, я тебе шапку выдам. Ну, даже это 20 получше будет. Так. Это вообще 13. Теперь халатик 28.10, да. Держи красоту. Вот. Всё остальное у тебя более-менее. Так. Не важно. Хотя, подожди-ка, Кожемяка. Что у тебя с навыками? Не прокачался. Готово. Так. Теперь у нас идет чернобровец, который отхватил. Так. Снаряжение покажи своё. Тоже в халате бегаешь. Ну, для тебя ничего не осталось. Ничего. Так что халатик у тебя теперь, можно сказать, почти что топовый. Да? Да. шапка 18. Шапка 13. 14. 11. Всё. Эти он не возьмёт. 14. 14. Нет. Так что вот так, друзья. Так. Неважно. А теперь, Даниэла. Чё тебе так ухайдакали, девица? Всё же вроде и всё такое ничего. Даже башмаки я тебе дала. 25.11. Можно тебе этот халат отдать. Он покрепче будет. Да? Да. Чем всё остальное. Вот. И шапку она тоже не возьмёт. Вот эту вот. Поскольку ещё не доросла. Другое дело, что можно тебе эту отдать. Но нет. Вот это тебе лучше подходит. А это ты... Да. Нет. Не можешь. Всё. Кстати, Маваки, подожди. А у тебя как там с метанием? 145. Надо её метание подкачивать. Владение оружием. Мечествёрка. Ну, посмотрим. Надо я какое-то ещё оружие получу найти. Так. Готово. Готово. Идёмте продавать. Всех и вся. Сначала в таверну. Тарам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Арбалетчик. Богатый горожанин. А ты у нас торговец. Рамун. Конечно, по-моему, выгоднее продавать в населенных копиях. Ну, давайте посмотрим, по чём он здесь берёт. Он берёт всех по 72. Все эти гагаричи. Неважно кто, он всех берёт по одинаковой цене. Поэтому, мне кажется, с ним здесь не очень выгодно. А вот. Так, мне нужны лошади. Давай всё это продаём. Монгольских. Я думаю, даже вот этих можно продать. Окей. Пока я себе ничего не смотрю. Так. Оружие. Тероиды эти. Они, в принципе, такие же, как у нас и есть. Аспирнач. Стрелы, пики. Всё пойдёт. Сама лотка. Так, считает у нас тоже оружие, да? Окей. И доспехи. Торгую не ночью. Торгую днём. Вот так вот. Вот так вот. Держу там у себя инструменты, всякое железо. Ну, пусть будет. Итак, масло жарём? Жарём. Дай-ка я посмотрю, не появились тут какие башмаки. Может быть, с нашим 19, 13. Всякая какая ерунда. И, к сожалению, не перестанавливается по стоимости. Если перестанавливать по стоимости, то оно получается в разнобой. То есть, сначала идут там шлемы, потом сапоги, потом ещё какая-то ерунда. На самом деле, всё-таки так даже как-то удобнее, что ли, рубашка. Так, перчатки просто 1, 2, хрень, 17. А у меня 24. Крепкие сарацинские кожаные сапоги. А сколько стоят? Ох, ёлки! Не-не-не-не-не-не. Мы с кого-нибудь снимем. Так, уходим. Всё, вот теперь мы опять мощные и сильные. Быстрые и проворные. Только бы не налететь никого. Потихонечку. Пошли искать этих степняков, наконец-то. Где они? Сейчас скажут, а они уже куда-то в другое место уехали. Ну не, они, по-моему, здесь так и должны крутиться. Вот это кто? А, вот они. Так, давай, догоняй! Что ж, у тебя денёк и вправду не задался. Мы, надо сказать, плохие парни, опасные. А, для меня вопрос о ходячей кошельке. Да, кишки, кошельки. Так, вот один, два, три, все в атаку. Будем собирать лошадей. Давай, я не буду ходить. А что значит не буду бежать? Если я не буду бежать, то... Пошли, оставляем нашу лошадь. Даниэла приходит на уровень, я вижу. Не знаю, что она там справится. Так. Итак, конь. Иди в сундук. Давай успеем подъехать. Немножечко. Немножечко мы с читарем. Пошли искать подходящую лошадь. Вот, 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 стой! Стой, конь, стой! Садись. Ну вот, хотя бы одну, да? Мы успеем. Ну, вот так вот, по одной лошаденке с битвой, я думаю, что нормально. Кроме того, я больше не вижу тут достойную лошадь. Ну, как-то так. Так, Юля ранена. А все остальные убиты и есть раненые. Гарочи мы возьмем. Квест у нас сделался. Так, мы получили. И, естественно, мы еще обыщем поле боя. Так, отберем, отберем. Так, ну вот, видите, халатики опять. Во, двадцать даже. Ну, похуже, чем мои, но тем не менее. Какие-то башмаки мы надыбыли. Так, отлично. Можно еще почистить эту вежу кипчаков. Но мне кажется, что на них, может быть, будет какие-нибудь задания, опять же, или еще что-то. Так что поехали. Отряд. Отряд, отряд, отряд. Нет, кто у меня там прокачался, говорили. Даниэла, да? Сто процентов. Так, навыки покажи мне свои. И мы тебя качали. А мы тебя качали обучение. У тебя все, 24 интеллект есть. Владение оружием. У тебя четверочка пока есть. Ловкость. Ты у нас сметательница. И мощный бросок. Это у нас сила. Сила. Даже не знаю, что я еще качать. В принципе, все вот эти вот зоркость. Поиск пути. Сбор трофеев. Это что? Ловкость. Мне кажется, я надо силу качать, потому как она совсем у нас слабенькая. Слабенькая. Вот как раз мы ей сейчас сюда это дело и распределим. Вот так вот. Потом она еще маленького уровня еще выкачается. Так. Ладно, ладно. Ну-ка, а покажи-ка мне свое снаряжение. Что у тебя там с этим халатом? 25, 34, 13. Держи. Ты у меня будешь просто мощнейшая тетка. Так. Вот. Ты мне нужна. Поиск пути мне нужен. Поэтому... Подожди, а почему вдруг тяжелые? Они же были сбалансированные. Старые. 55. 52. Погнутые. Ну, мощный бросок. У нее, кстати, есть мощный бросок три. Это как раз для нее. А все как надо. Так. Так, неважно. Кто у меня еще? Юля, иди-ка сюда. Снаряжение. Юля, у тебя... Держи. Заработала. Ты себе башмаки. Так. Окей. Навыки. Нет. Я, к сожалению, не помню, кто из них прокачался. Так. Кто у нас? Ага. В аюньке надо дать лошадь. Держи себе лошадь. Так. Просто по списку буду выдавать им. А вот. А остальных тогда... Так. У тебя 14. Эти 13. Эти хуже. Ну, а все остальное у тебя получше. Все. Не важно. Так. Сармат. 32. 25. Ну, по идее, все остальное, я так думаю, что можно продавать. Да, и лошадей, наверное, тоже нужно продавать. Сколько? 21. А так и не скажешь. Вот. Неважно. Все. Уходим. И едем обратно в Ферсонес. Потихоньку. Потому что даже с восьмеркой обреждения, вы видели в прошлой серии, когда я снимала, у меня уже тоже была восьмерка. Вы мне писали, Алекс Васильевич, спасибо, вы мне писали, что да, надо прокачать. Но тогда у меня тоже была восьмерка. На кого нарвешься, как говорится? Нарвешься на какого-нибудь крутого местного ханка или князька? А, сейчас лучше не идти на рыночную площадь. А давайте проверим цены в таберне на этих. Здесь зависит от времени суток цена? Было 72. Нет, здесь от времени суток не зависит. Приятной встречи. Уйдем. Или что у нас? Сколько у нас сейчас времени? Поздняя ночь. Давай отдохнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok